Сибириан Пауэр Шоу. Как говорится, ложкой не подшевелит, то если турнир, то ты будешь нормальным. Скажи, пожалуйста, сейчас какой у тебя распорядок дня? 650 белка. Да. Из соответствия рациона можно сказать, что ты придерживаешься позиции максимального пищевого разнообразия. Привет, друзья. Канал Генетик. Самия Руслан Талецкий и Сергей Данилов. Ребята, вы очень много просили Серега вам показать. Не просто было его встретить, потому что Сергей очень полномерно, целенаправленно, очень четко готовится к турнирам. И к турнирам, которые поставил перед собой. Давай начнем с Сибириана. Сибириан Пауэр Шоу. Насколько ты вообще этот, какой ты ранг этому турниру отдаешь? С чем ты его сравниваешь? Что он для тебя? На данном этапе по этому турниру будет понятно весь сезон. То есть все спортсмены сейчас будут приковать форму именно на Сибириан. Потому что, во-первых, это самый масштабный турнир в России. Да я откажу, даже еще в Европе на данном этапе. И все будет приковать туда, потому что оттуда уже будет понятно на чемпионате города, кто как будет на чемпионате России и в дальнейшем по расстановке места и вообще. И времени много, да? После Сибири до России комфортно должно быть. До России, да. Но чемпионат Питера на следующей неделе получается. Питер, да. То есть кто, как говорится, ложкой не подшевелит после турнира, то ты будешь нормальным. То есть банкет проверят, да? Банкета не будет, да. Мы пойдем спать, восстанавливаться. Скажи, пожалуйста, сейчас какой у тебя распорядок дня, распорядок питания? Какое вообще у тебя питание в данный момент, на данном этапе? В данном этапе, то есть у меня в районе 8000 калорий, то есть это 650-850 углеводов, 650 белка и 200 грамм жиров. 650 белка? Да. Расскажи, пожалуйста, из чего можно получить в рацион 650 грамм белка? Во-первых, это у меня 100 грамм протеина, 20 яичных белков, это полкилограмма готовой рыбы, два таких приема пищи, красный, полкилограмма говядины, 250 грамм натунца, 200 грамм гребешка, вроде и все. И добегает? Ну и потихонечку, да, добегает, потому что там еще из крупы, из всего же. С учетом растительного белка тоже? Ну там в сумме, да. В сумме, все, это, ребят, с учетом растительного белка. Итак, ну по углеводам, расскажи, твои любимые какие? Что сейчас? У меня все банально и просто, это 150 грамм сухой овсянки, 200 грамм риса сухого, 200 грамм сухой гречки, 300 сухих макарон. Ну и там и берутся еще углеводы из яблок, то есть до килограмма не разрешено в день яблок есть зеленых. Плюс хлебцы, доктор Корнер, то есть две пачки я ем, которые 7 злаков, или там гречневые. Вот более-менее, вроде все, да. То есть из хозяйства в рацион, можно сказать, что ты придерживаешься позиции максимального пищевого разнообразия, да? Каждый прием разный, да. Всегда разные приемы пищи, каждый? Да, да. Плюс клетчатка, салат, помидор, огурец, лук, максимально легкий. Соль? Соль, неограничное количество, плюс у меня есть еще... По вкусу? Сколько хочу, да, соус могу употреблять, также разрешено на томатная паста, немножко кетчупа можно. Ну, неограничено, просто самое главное, что чистое питание, что у меня нет каких-то там сладостей, быстрых там углеводов, такого нет. По соли ты с самого конца будешь шести с таким количеством соли в рационе? Да, да, да. Монимпляции соли вообще не будет? Нет. До выхода ты... Да, и диуретиков не будет, ничего не будет. Ну, да, судя по тебе, тебя не нужны. Поспать, поспать, видимо, и не попить утром. Самое главное, да, лечь спать, потому что за ночь бывает от 3 до 5 килограмм сливается именно воды. Если я утром просыпаюсь, ну, до кости, это самое главное. Ну, самое главное, оставить воду в мышцах, убрать из-под кожи, а все остальное уже будет. Дело за мало. Какие у тебя планы по этому сезону вообще по турнирам? В Сибири, чемпионат Северо-Запада, чемпионат России, чемпионат Европы. То есть главных 4 старта. Если тебя пригласят на какую-либо коммерцию, которая будет проходить, ты... Уже приглашали, я отказался. Ты отказываешься. У тебя есть цели и задачи именно по регламентам спортивным, титульным турнирам пройтись. За деньгами ты не гонишься за призовыми? Нет. Сейчас главное имя. Деньги мы успеем заработать. Справедливо. Они сами придут цели. Справедливо. Скажи, вот на такую огромную твою массу, на твои габариты, у тебя в этот раз пересмотрено от твоих прошлых подготовок, твоя поддержка, так скажем, витаминная основная, твои дозировки, они сохранились прежними или они стали больше? Почти нет. Почти нет? Почти нет. И это хочется плакать, потому что ты смотришь на других спортсменов и думаешь, когда они в категориях там ниже, чем твоя категория, и ставят там в 2-3 раза больше, ты думаешь, почему не я? Ну, я понимаю, долголетие в нашем виде спорта важно. То есть мне нужно будет донейшим прогрессировать, не с помощью этого. Это тоже. Если сейчас на этом растет, то и растет. То есть питание – это самое главное, я считаю. И восстановление режима, то есть пусть монах, как говорил, не яц, должен присутствовать. То есть у тебя сохранились прежние дозировки, которые ты использовал ранее? На них ты растешь, продолжаешь? Это до грамма? До грамма это был массовый набор. Сейчас чуть выше грамма. Чуть выше грамма. На 130 килограмм? Килограмм 130 натощак я вешу. 130 с утра сейчас у тебя? Да. На сцену ты планируешь выйти с весом? Это мы не будем загадывать. Ну, ты же планируешь что-то теперь? Ну, 122-133 килограмма прям ядерных. 23 целевой? Да, уже все слитый, готовый. Это не загруженный, пустой. У тебя сейчас на курсе больше андрогенных, либо анаболических препаратов? Какая у тебя процентовка вообще в соотношении андрогенных? 50 на 50. 50 на 50. Такая классическая, так скажем, наверное, больше даже питерская школа, так скажем. Везде по чуть-чуть просто взято и все, со всех сторон. Разнообразные? Да, да, очень много препаратов, но везде по чуть-чуть. Это обусловлено индивидуальными моментами. Ну, так и стал тренер. Так стал тренер. Поэтому, ребята, если кто-то хочет узнать, что и как делать, то, конечно, можно к Андрею Анатольевичу обратиться в клубе «Алмаз», пойти тренироваться, научиться кушать, научиться отдыхать, и, возможно, потом вас посвятят уже на темную сторону. Но это тоже не точно. Ты прозанимался без допинга сколько времени? Да. До первого своего? До первого выхода я пришел, когда занимался, в тренбовом зале, я понял сразу, что я просто так не буду заниматься. А, я буду выступать. И получается, я пришел, через полгода я уже выступил, и этот спонсер забыл. Свою мишу. То есть после хоккея, после травмы ты вернулся? Полгода в зале? Да, примерно получилось, да. Год даже. Год, год. И я понял, что я не буду просто так заниматься, не буду просто так ходить, буду работать именно тренером и буду выступать. Ну, то есть выступил, выиграл в Северо-Западе, поймешь. Встал тогда еще по юниорам четвертый, у нас было 20 человек. И тогда выиграл Малыш. Ну, кто такой, помню. В те годы, да, в те годы было очень много юниоров. Малыша я помню, он мне торчит еще бабок. То есть 30 пропал, мне кажется, он всему городу торчит. Поэтому Леша с ней прожибает, да? Леша, если ты наш смотришь, или кто-нибудь, или рядом с Лешей сейчас сидит, Леха, приезжай в Питер, если ты не тут, и можешь всем нам бабки вернуть. Хорошо, скажи, сейчас силы на работу есть, потому что ты говоришь, после зала ты умираешь. Да, я прихожу на работу, я просто сижу, грубо говоря, расписываю, что я люблю делать, практически не двигаюсь. То есть моя голова, их тело и их трудолюбие. То есть твои ученики могут сами носить блины, способны считать до 15? Способны считать, да, стоит техника, правильно выполняет упражнение. Также держат режим, соблюдает питание. Потому что я объясняю, что просто так нет смысла заниматься. Вы сюда приходите тратить деньги, время, силы, чтобы получить результат. Я знаю, что очень много работаешь в зале. Сколько у тебя в день людей проходит? Если считать не время подготовки, то по 16 часов я работал. Да, много лет. По 16 часов? Да. Семь утра, двадцать ночи. То есть зал открылся ты там? Я закрылся там. Ты закрываешь, в принципе? Это ключи, наверное, есть. Это и тоже есть, да. Понятно. И сколько ты планируешь так? Тебе это нравится или это... Я прихожу, когда мы уже там 10 лет. То есть я живу в соседнем доме, грубо говоря. И я там отдыхаю, потому что там собрались люди, как родные. То есть все друг друга знают. Я уже говорил, что Васька маленькая деревня. Здесь все друг друга знают. И никто выше себя не ставит. Там занимаются люди, которые с охраной ходят. Также охраной параллельно занимаются. А они мне стоят 7 тысяч рублей за ними. А люди с охраной ходят. Момент удобства? Да. То есть комфортно. Никто ничего лишнего не задает. Не спрашивают. Все равны. Они все. Замечательно. Сергей. Тренировки. Какой сейчас тренинг? Сколько раз в неделю? По сколько часов ты тренируешься? 5 раз в неделю, потом исполняем 3 часа. Все равно тренинг. Плюс выходные дни. Сейчас мне поставили делать отдельно пресс и кранушку. Пресс и кранушку отдельный день. Кардио в эти 3 часа входит? Нет. Кардио нет? Тренировка сама есть. Кардио только силовая. Кардио я не знаю. Сил нет. Даже просто сидеть. Сил нет или просто и не нужно считая силой? Не нужно делать. Я уже в хорошей форме. Мне сейчас нужно будет терпеть, поражать. Глубину сделать, доделать. Не сделать. Она уже есть. И все. Можно выходить сливать воду. Я заранее готовился специально. За год начал подготовку. И постепенно, постепенно иду к этой цели. И в дальнейшем я буду не останавливаться, а продолжать. То есть я понимаю, что нужно делать. И мой тренер понимает, чтобы прогрессировать дальше. И прогресс идет. Мы на сушке набираем. Мы не скидываем. То есть жир уходит, мышцы набирают. Ты как-то фиксируешь изменения, кроме визуального? Есть у тебя какие-то замеры? Веса. Веса. То есть, например, мы начинали подготовку. У меня рука была, например, 51 сантиметра. Сейчас она 55 сантиметра начинает. То есть с 51 до 55. На сушке? На сушке было, например, мы начали. С 52 с половиной встало 55. То есть с 2,5 сантиметра на сушке где-то мы прилипели. Потому что я здесь соблюдаю питание полностью по часам. Отдых, не нервничаю, ничего. Ну, напомню, да, ребят, что на сушке это 8 тысяч килокалорий в день. Да, да. Это 8 раз приемы пищи. Да, и ночью. В 2 часа прием пищи тоже. И в 2 часа ночи. А что же в 2 часа ночи, чтобы было? 300 грамм хлеба, пол-литра-литра кефира я пью. То есть? И до утра-литра. Практически как в песне, да? Тут кефира пол-батона. Это 3 таблетки метана и стакан воды. Серёб, старые травмы как-то сказываются? Ты чувствуешь какие-то там дискомфорт в сердце? Либо дискомфорт с бедром во время тренировок? Или ты уж так адаптировался? Нет, дискомфорт. Конечно же мы себя жалеем, мы психологически. Мне где-то трудно перейти барьер. Хотя я уже восстановился. На это есть мой тренер, который и видит, и знает меня уже вдоль и поперёк. То есть, когда надо, он меня остановит, а когда не надо, он меня даст спинок. Вот и всё. То есть я полностью ему доверяю, ему благодарен. И не пойду с ним в огонь, в воду, медные трубы. Потому что он меня сделал, делает. И я ему интересен как спортсмен. И мне это самое главное. То есть, нет, не беспокоит меня ничего, в принципе. Беспокоит то, что жрать хочется. То есть, основной такое? Да, только жрать хочется и всё. То есть, сердечный приступ в прошлом, это ерунда. А вот покушать? Да, покушать мы всегда хотим. Когда нам запрещают, мы начинаем хотеть. Когда нам можно, мы не хотим. Вот чем проблема. Всё, вся проблема в голове. Надо работать не только в тренажёрном зале, не только дома ложкой. Работать с людьми, которые разбираются, то есть, с головой. Это самая, одна из главных задач. То есть, нужно, мне кажется, тоже подключать анализы всякие с спортсменами, которые уже более высокого уровня, чтобы им промывали мозги. Раскладывали всё по полочкам и объясняли, что, о чём, о чём. Мы такие же дети, как и обычные дети. С нами нужно так, по-другому никак. Ну, Серёга, мы про фарму, ты рассказал. Так, вкратце, да, потому что, на самом деле, я почему не докапываюсь, что именно, какие препараты, сколько именно. Просто вещи индивидуальные, и я боюсь, чтобы это не было руководством к действию. Да, потому что люди, ну, как бы, ребят, я вам скажу так. У меня дозировки намного выше, чем у Сергея. Я иначе не чувствую, не реагирую, но это, как бы, но результаты вы сами видите, да. Гораздо больше, гораздо сильнее. Понятно, что я, конечно, так, и не ем, да, и не настолько... Самоотверженно тренируюсь, у меня другие цели и задачи, но всё же. А есть люди, у которых дозировки в пять раз выше моих, и они выглядят ещё хуже. Можно сделать логический вывод, да, что чем меньше дозировки, тем лучше результат. Ну, Серёга, ладно, про фарму отдельно. Гормон роста. Ты применяешь? Да, самотекс. Ну, да, вопрос, я спросил, будто бы я не знаю. Окей, ладно, самотекс. Ну, на самом деле, гормоны есть и другие хорошие. Ну, конечно, я про них не знаю, но возможно. Цена, качество на рынке в России, да, опять же, в Европе. Самое адекватное, самое реальное. И то, что там заявлено, на самом деле там есть. То есть я ходил, проверял, сдавал. Там всё присутствует и всё работает, как работает. То есть можно рассмотреть на многих спортсменов, которые в команде у нас. И их результат до того, как они употребляли другие вещи и сейчас. То есть колоссально. Многие их знают в колуарах, не будем называть фамилии, но они прогрессируют сейчас. Также со мной в Алмазе. Да, да. Не про всё мы можем говорить, к сожалению, но самотекс себя проводит хорошо. На самом деле я хотел больше не про самотекс говорить, я хотел узнать у тебя. Ну, я считаю, что гормон роста при грамотном использовании, адекватном, если нету противопоказаний к нему, припажных, значит, безопасные люди тоже могут. Безопасные, да. Вот я хотел у тебя спросить, что это твои мысли. Твои дозировки правда интересны, если это небольшая тайна. Но скорее даже для простых ребят, которые там не похожи, как ты, на гору передвигающуюся. Что ты думаешь про дозировку гормона роста для новичка, для условно продвинутого спортсмена? В Европе и в Америке продвинутые такие вещи, как а-ля после 35-ти употребления фармакологии, работа с эндокринологом, и это нормально. То есть все американские звёзды, все богатые люди, которые понимают, разбираются, что зачем и почему, в Европе и в Америке они употребляют, неважно это мужчина или женщина, спортсмен или спортсмен, они понимают, что там есть не только прирост мышечной массы, но это и заживление, и регенерация. Фармакология, конечно, самое главное, да, чего нам бывает не хватает, там это нам даёт. И как бы я не против даже употребления обычными людьми, просто все так думают, что нет, нет, зачем, почему это там убивает. Ну, что не убивает, нас делает лучше, и по сути всё, что угодно может убить, там, сосульку упасть. Подскользнуться можно. Да, то есть, а здесь наоборот, то есть, эти вещи помогают. И часто очень помогают после реабилитации, после травм, там, суставов, связок, заживлений, после операции тоже. Я вам скажу честно, Многеев мне врач прописывал, хотя все врачи говорят, нет, нет, но, грубо говоря, те врачи, которые работают со спортсменами, они знают, что, зачем, почему. То есть, также наши сборные по хоккейу, по всему, они также всё это делают. Ну, мне хирург сразу сказал, фарму отмени, гормон роста делай. А почему отменить фарму, сказал мой хирург, когда мне грудь пришли? Да, обращение. Потому что эластичность будет плохая, заживёт быстрее, но будет плохая эластичность, потеряешь подвидность. Потом подключишь. Но поначалу только гормонка была. В минимальных лизировках при разрешении эндокринолога, то есть, должен быть личный лизинолог, это на постоянной основе, я считаю, нормальным. А после 35, то есть, саморазумеющимся, это только становится намного лучше, да, и вы себя чувствуете, и думаете, и живёте вообще, то есть, всё вокруг сияет. Ладно, ты ставишь 100-500 единиц в день? Нет, не 100-500 единиц в день, я ставлю, как обычные люди, чуть больше. Ставлю, сколько мне прописано. Прописано, опять, ладно, секрет. Хорошо. Вообще, ты считаешь, какие дозировки предельные? Вот самые верхние границы, за которую, да. Здесь, опять же, нету... Научных данных нет, правда. Нету, все индивидуальные. На некоторых, некоторые ставят, скажу честно, профессиональные спортсмены, и спортсмены ставят 3 единицы, ставят пятницы, и уже, то есть, там, колоссальный прирост, колоссальный, им больше и не надо. А некоторые ставят, там, 50-100, бывает, да, там, пробуют, и нет ничего. Я больше 40 не встречал людей. Но 40 я прям лично знаю. Есть, и как бы ничего, и к хорошему они не ведут. Просто здесь тоже надо понимать, что, когда, зачем, в какое время, последовательность. Чтобы это все соблюсти, не каждый человек, то есть, придет. Это как и питание, как и жизнь. То есть, здесь все должно быть друг за другом. Одно вытекает из другого, тогда это работает. Есть интересный миф про гормон роста. Ты, наверное, сейчас его прямо развеешь, дополнительно для ребят. Говорят, что после гормона роста, после инъекции нельзя кушать. Но ты кушаешь 8 раз в день. У тебя, в принципе, нет момента в течение, когда ты не спишь, когда бы ты не кушал. Один момент есть. Когда? Когда ты не кушаешь? В 5 часов утра. Ага. Мы можем это делать. А, то есть, ты, вот, у тебя есть момент как в 5 часов утра. Да. Ты специально встаешь для этого? Да, просыпаюсь. Один раз в день ставишь? Нет, не все, один раз в день, но такой момент только один. Ставлю 3 раза в день. 3 раза в день, да. Ну, вы в моих роликах могли тоже об этом слышать. Именно профессионалы, профессиональные спортсмены действительно используют обычно трехкратное введение. Делят свою дневную дозировку на 3 раза. Подозреваю, что это утром натощак, перед тренировкой и вечером на минимальный сахар, который, возможно, себе позволить. Да. И по сколько единиц? Сколько я выдаду? Ребята, я пытался, я пытался. Он когда будет еще на более серьезном этапе сушки, попробуем его пробить бронем. Он просто будет стены вниз вот так вот, и все. Мы подсмотрим в таком случае. Ты используешь гормоны щитовидки? Нет. Не используешь? Нет, это 3, не это 4. Не использую. Анализы ты, знаю, контролируешь. То есть у тебя даунрегуляции нет. Все хорошо. Все хорошо. Очень забавный момент. У меня тоже нету реакции практически на падение гормонов. И пару ребят нокринологов слушал недавно. Также они говорят, что не у всех есть эта реакция, поэтому бездумно жрать Т4, ребята, не нужно. Можно нанести серьезные последствия для своего организма. Весьма гормон серьезный щитовидной железы. С ним нужно 10 раз подумать. Он реально, мне кажется, серьезнее, чем тестостерон. Потому что тесто, хоть что-то не крути, как-то его не кали, скорее всего рано или поздно восстановится. А вот щитовидка там поинтереснее может быть.